Всем привет! У меня отличная новость для клиентов магазина первая коляска. Сейчас появилась в ассортименте одна позиция, которую постоянно, подобную точнее говоря, постоянно спрашивал народ. Это колясочка от компании LUN. Модель называется Prima. В чем ее особенность? Помимо того, что она очень хорошо, качественно сделана и относительно недорого стоит, у нее хорошее соотношение цены и качества. Сейчас производители, они каким-то путем таким идут, что два в одном продается или прогулка, или три в одном. А вот просто, чтобы одну люльку купить без прогулки, практически нормальных предложений на рынке нет. И вот ценность этой позиции в том и является, что ее можно купить как отдельно люльку. И сегодня я вам расскажу о ней поподробнее, покажу в деталях, что она о себе представляет, потому что предложение действительно интересное. Она в районе 30 тысяч сейчас стоит, 29,990. Но имейте в виду, актуальная цена на тот момент, когда вы будете смотреть этот ролик, будет в описании по ссылке. Вот. Так что присаживайтесь поудобнее и начнем с вами ее изучать. Погнали! Ну что, давайте приступим к подробному, так сказать, изучению. Как я сказал, смотрим мы с вами только люльку. Ссылку на ее прогулочный блог, который можно будет купить потом отдельно, я оставлю в описании. Ну или же кому надо, можно и два в одном ее сразу купить. Кстати, достаточно недорого получается, конкурентоспособная очень цена. Вот. И изучаем мы с вами сегодня именно люльку. Смотрите, хочу сразу обратить внимание на то, насколько она крупная, большая люлька и готова к зимней эксплуатации. Сейчас у нас уже осень, впереди у нас зима. И как никогда, кстати, смотреть именно вот подобные люлечки. Зимой нам что нужно? Чтобы хорошо ребенок был закрыт, чтобы она не продувала абсолютно, чтобы она была вместительна для того, чтобы мы могли использовать ее с меховым, каким-то лифлисовым, пуховым, да неважно, каким-то конвертом. Это важный момент. И чтобы у нее был нормальный, хороший бортик, чтобы мы могли нормально закрыть ребенку вот эту секцию, чтобы ему ветер не задувал. В Питере это очень актуальная тема. Еще сразу заметьте, что здесь есть смотровое такое окошечко, естественно, закрытое, оно не сквозная дырка. Чтобы вы могли наблюдать за ребенком, потому что здесь высоко закрыто. Если бы этого не было, нам бы приходилось постоянно туда как-то заглядывать. В общем, максимально готова она к зимней эксплуатации. Это 100%. Так, с козырьком давайте теперь разберемся. У нас здесь есть ручка для транспортировки сверху. И, соответственно, здесь, где ручка, снизу нет дырки. Такое иногда бывает в других компаниях, грешат, правда, да. Вот здесь все закрыто. Тут у нас есть с вами еще одна секция. Она, наверное, в большей степени будет актуальна не зимой, а у кого летний ребенок. Здесь есть такая вот москитная сеточка, чтобы мы могли проветривать летом ребеночку. Но сейчас, я думаю, кто ее купит, он об этом даже не вспомнил. Будет утеплять ребеночка. Ну, естественно, все это снимается, чтобы можно было это все разобрать. Вот, смотрите. Покажу вам заодно. И сразу хочу заметить, на замочке сразу идет прорезиненная окантовка, чтобы даже в дождь туда никак не намокало ничего. У нас также с вами есть накидочка вот такая сверху на ножке. Сейчас, секундочку. На, у нас на замочке. И, соответственно, очень плотное прилегание. И ребенку, опять же, не дует. В комплектации есть вот москитная сетка. Что там еще входит? Москитная сетка, в общем, и будет входить. Да. Вот. Давайте заглянем с вами внутрь. Внутри у нас ждет очень уютное местечко. С таким очень хорошим плотным матрасиком. Большим, плотным, толстеньким. И, сейчас, секундочку. Так, уберу. Покажу вам заодно сразу. Ну, к этому вернемся. Здесь у нас есть внутри пару кармашечков. Потому что ребенок, он же маленький. И он всю люльку не занимает. И у нас будет возможность, там, телефончик, салфеточки, что-то еще подсунуть туда, положить внутрь. Очень удобная тема. Регулируется у нас с вами козырек без нажатия всяких кнопок. Просто берем и толкаем. И он не особо даже шумный, я хочу заметить. Так, сейчас переверну. Посмотрим на то, что у нас здесь сделано снизу. Здесь у нас есть вот такая вот возможность регулировки. И чем дальше я прокручу. И вот, кстати, еще вентиляция дополнительно установлена. Закрывающаяся, открывающаяся. Вот я сейчас покрутил регулировочку. И у нас такое полусидячее положение можно было сделать в люльке. Мало кто так делает на самом деле. На самом деле, мне кажется, это особо и не нужно. Но некоторым хочется, чтобы так было. Вот, пожалуйста, такая опция есть. Закручиваем обратно. И все, дно у нас ровное. Здесь у нас, кстати, пластиковое основание. Из недостатков, хочу заметить, нету ножек. Поэтому на землю ставить не рекомендую. Будет пачкаться. Так, давайте теперь посмотрим на саму раму. Рама у нас металлическая. Сборка хорошая, сразу хочу заметить. Я ее по-всячески понажимал. И на излом, в общем, скрипов, каких-то звуков мне не удалось добиться. Качество сборки здесь достаточно на высоком уровне. Ручка у нас, кстати, в эко-коже. Такой, типа, перфорации. Очень мягенькая. Приятная ручка, в общем, к ней вопросов нет. Она у нас регулируется в очень широком диапазоне. Под любой абсолютно рост можно подобрать. Есть крепление под сумку. В общем, с этим все нормально. Складывается у нас, она тоже очень просто. Вот таким вот образом. Да, вот так она складывается. Ручку можно подогнуть, тем самым сэкономить место. Я считаю, абсолютно нормально, адекватный размер, который не будет вас как-то напрягать. Ставим обратно. Так, что касается колес. Колеса у нас здесь, они не надувные. Это у нас, знаете, как полиуретан, спинная резина. Что-то в этом духе. Это не пластмассовые колеса. Сразу говорю, это облегченная версия такой, скажем так, резины. Насчет, кстати, амортизации. Посмотрите, здесь просто эталонная амортизация. Спереди она, мягко говоря, условная, но основную роль играет у нас задняя ось. Смотрите, с этим все в порядке. Так, что касается тормоза. Тормоз самый классный. Сверху нажали, сверху же убрали. Очень легкий ход, поэтому к тормозу здесь претензий в принципе нет. Колеса легко одной кнопочкой снимаются. Спереди то же самое. Это очень удобно, когда вы сдаете ее в самолете. Можно снять колеса, чтобы они ее там, кидая, они же кидают их там, все знаем, не повредили ничего. Что касается багажника. Багажник он здесь достаточно большой, с крышечкой. Вот так вот, можно ее просунуть вот сюда, эту крышечку. В общем, как удобно. Глубина нормальная. Единственное из недостатков, вот эта перекладина, она немножечко скрадывает нам удобный доступ в багажник. Но сам объем багажника вполне себе достаточный и большой. Поставим обратно. Так, в принципе, по большому счету, вам единственное не сказал еще вес колясочки. Вообще, LUN это российская компания. Я вот в этот момент вначале не сказал, упустил. И хочу заметить то, что российские бренды сейчас начинают делать нормальные вещи. Как в том же ролике, да? Нормальные вещи делают. Вот. И, соответственно, сейчас уже не стоит пренебрегать. Ой, наши делать не умеют. Нормально. Вот вам хороший пример. Ничем не уступает там польским каким-то, латвийским коляскам. В общем, по качеству здесь все очень хорошо. Два года производитель гарантию дает. Многие дают всего один год. Тоже вам год получится бонусом. И вес коляски здесь 14,3 килограмма. Она не легкая, но, в принципе, нормально. И размер люльки здесь очень хороший. У нее целых 80 длина, 35 ширина. Обычно 70, там сколько это бывает, длина. Здесь запас очень большой. И ширина, кстати, колесной базы. Хочу тоже к плюсу отнести, потому что ширина 58 сантиметров. Даже если у вас какой-то очень узкий лифт, спокойно туда вы на ней заедете. Даже если короткий. Берете вот так вот. И вот так. И, соответственно, вы в коротенький лифт тоже помещаетесь. В этом плане все хорошо. Вот, собственно, всю информацию, которую я хотел вам донести, я донес. Хочу лишь сказать, что сейчас есть предложение в первой коляске купить одну люльку без прогулочного блока. Потому что многим именно так и надо. Многие не хотят потом гулять с большой прогулочной коляской. Они хотят потом просто купить какую-нибудь книжечку-прогулочку, когда откатают в люльке. И это, на самом деле, мудрый ход. И я считаю его достаточно правильным, этот ход. Вот. Ну, собственно, выбор, естественно, как всегда, за вами. Если обзор вам понравился, был интересный, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочки для вашего ребенка. Всего доброго. Пока. Продолжение следует...